Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичинс. Сегодня будет видео об еще одной вышивке в жанре примитив. И это вышивка по официально бесплатной схеме. Схема называется Little Mermaid, маленькая русалочка. И фирма-производитель The Snow Flower Diaries. Эту схему я встретила в ВКонтакте в группе Фактура. В этой группе можно встретить много бесплатных схем примитивных дизайнов. Я обязательно оставлю ссылку для тех, кому эта схема понравится. И также я эту схему себе сохраняла в своей странице ВКонтакте. Но это было достаточно давно. И даже я, когда сама искала эту схему перед тем, как приступить к ее вышивке, пришлось потратить немного времени. Сейчас я вставлю для вас картинку, как будет выглядеть сюжет в готовом виде. В этой схеме всего 7 различных значков. Присутствует ключ некоторых цветов только в DMC. Некоторые цвета рекомендованы как нити лучного окрашивания. Но я не встречала нигде нитей этой фирмы, как указано в том ключе. Я сейчас вам напишу на экране фирму тех ниток, которые там рекомендуются. Но также ко всем, всего в схеме 7 символов. Ко всем 7 символам там предложена альтернативная замена в цветах DMC. Но я буду вышивать эту работу не только в Мулине DMC. У меня нет полной палитры от цветов. И я решила, что в этой работе я соединю нити двух производителей. Это DMC и Анкор. А я пока еще не вышивала так, чтобы в одном сюжете у меня присутствовали нити сразу нескольких фирм. Тоже будет интересно посмотреть, какой результат получится. Но хочу сказать, что все цвета, которые я подбирала из нити Анкор, я подбирала по двум живым картам цветов DMC и Анкора, которые у меня есть. И практически во всех случаях, когда мне потребовалось заменить, цвета совпадали абсолютно полностью. Но давайте я вам покажу эти цвета нити, которыми я буду вышивать. Я их организовала для себя на органайзер от фирмы Дубко. И пока у меня присутствует здесь нарезка всех цветов длиной по одному метру, по одной пасме. Первый цвет это обычный черный цвет. Это у меня 310 DMC. Второй цвет был рекомендован как 225 оттенок DMC. Но здесь у меня будет использоваться Анкор номер 1026. Следующий цвет это DMC B5200. Также это и у меня. Следующий цвет тоже DMC номер 3340. И следующий DMC 927 цвет. Следующий значок выполняется блендом. Как было рекомендовано в ключе, это должен был быть... Во-первых, там указан цвет в нитях ручного окрашивания. Второй вариант это бленд цветов 3816 и 914 DMC. Но я посмотрела, что в моей карте цветов DMC отсутствует такое поле, как цвет номер 914. И я этот значок планирую вышивать блендом двух цветов Анкор. Это 876 Анкор. Более темный оттенок из этих двух, который полностью совпадает с цветом 3816 из палитры DMC. И вторым цветом я взяла Анкор 208, который, если сравнивать с DMC, скорее соответствует 954 цвету. Но мне нравится, как эти два оттенка смотрятся вместе. И если сравнивать с фотографией готовой работы, то они достаточно хорошо совпадают с тем результатом. И последний цвет, который здесь используется, это цвет у меня будет Анкор номер 300. А в DMC это был бы цвет 3823. Но особенно мне показалось, что именно этот светло-желтый оттенок полностью идентичен цвету из палитры DMC. И сейчас мне остается вам показать основу, на которой я буду вышивать этот сюжет. Вот так выглядит эта основа. Это канва Аида 18-го каунта. Это канва с дизайнерским принтом от компании MP Studio. И артикул этого отреза канвы KD025. Здесь эта канва никак не называется. Я приобретала этот отрез ткани в оффлайн-магазине в Леонардо. И мой сюжет будет расположен вот в такой горизонтальной ориентации. И я расположу отрез этой канвы вот таким образом. Так, чтобы более темные оттенки голубого располагались внизу на морском дне. И постепенно вода, в которой плавает русалочка и другие герои этого примитива, становилась все светлее. И здесь можно различить вот такие водяные пузырьки. Также хочу сказать, что размер вышивки будет совсем небольшой. В крестиках это 79 на 63. И примерно на 18-м каунте этот сюжет будет 9 на 12 сантиметров. То есть займет совсем небольшую часть этой канвы. Но я не планирую как-то отрезать лишнюю часть. Я планирую начать вышивку с центра, с середины. И пусть моя работа будет сама по себе небольшой, но будет окружена достаточно большим пространством фона, который не будет зашиваться. Ну что ж, я буду приступать к работе. И возможно покажу в следующем кадре только первые продвижения, а возможно уже даже и всю работу. Потому что планирую с ней справиться достаточно быстро. Итак, хочу поделиться с вами первыми продвижениями в своей русалочке. Я начала ее вышивать вчера, 10 июня 2018 года. И вот такие продвижения мы видим за полтора часа работы над вышивкой. И хочу вам показать некоторые изменения в нитях, которые я сделала. Я вам перед этим показывала, какими нитями планировала вышивать эту работу, ориентируясь на рекомендации производителя данной схемы по переводу нитей в DMC. И некоторые нити подбирала из своих запасов в мулине Анкор. Я начала вышивать эту работу с центра. В центре как раз находится хвостик русалки, который вышит вот таким темным зеленым оттенком. Этот оттенок я вам не показывала. Вот так сейчас покажу вам поближе. Дело в том, что по ключу... Дело в том, что по ключу был указан цвет мулине DMC 927. У меня был этот цвет. Вот так он выглядит. Сначала меня смутило, что этот цвет может слиться с цветом основы. Хотя все-таки он выделялся. Но также я вышиваю эту схему с экрана компьютера, с фотографии схемы. Увеличивая ее до необходимого мне масштаба. Там еще присутствовала фотография отшива. Где ясно было видно, что цвет хвоста русалки не такой светло-голубой. С некоторыми, возможно, под тонами цвета морской волны. А ярко-зеленый. И больше он похож на то, что у меня сейчас вышит. И это вышито у меня цветом мулине анкор номер 877. И давайте сравним эти два цвета. И думаю, что разница совершенно очевидна. Но это оказалось не единственной моей заменой. После того, как я вышила все необходимые значки этим цветом, а им вышивается хвост, купальник русалки, заколка в волосах и рыбка в правом верхнем углу, я перешла ко второму цвету. Это был цвет DMC 3340. У меня был этот цвет. И вы видите, это светло-оранжевый цвет на волосах русалки. Конечно, я понимаю, что эта схема была изначально разработана для мулине ручного окрашивания. Причем я не встречала раньше названия даже фирмы этого мулине, который рекомендует производитель. По-моему, это и есть мулине, которая и окрашивает сам производитель этой схемы. Я напишу вам в описании еще раз названия тех нитей, которые рекомендовались, для того, чтобы вы тоже могли посмотреть. Возможно, кто-то из моих зрителей встречал такое мулине. И там цвет волос русалки как раз демонстрировал переход от светло-оранжевого к ярко-оранжевому. Кроме того, именно этим же цветом рекомендовалось вышивать вот эту рыбку слева от русалки и вот этого краба. Ну, если волосы я решила начать вышивать вот таким светлым оттенком и даже сначально думала все волосы вышить этим оттенком, то когда я поняла, что в этой схеме еще и краба рекомендуется вышивать именно таким оранжевым, я поняла, что такой краб мне абсолютно не подходит. Я подобрала цвет для вышивки краба, какой мне больше всего понравился, тоже из палитры мулине анкор. Это цвет анкор 334. Вот так он выглядит. У меня его достаточно большой запас, хотя могу сказать, что очень мало нитей пока мне вообще потребовалось. Так я вышила вот зеленым оттенком одну пасму длиной в 60 сантиметров и вот этим темно-оранжевым даже мне было много одной пасмы в длину 60 сантиметров. Напомню, что я вышиваю на 18 аиде в две нити полным крестом. И также еще хочу сказать, что в этой работе будет еще три цвета бэкстича, которые я сначала не так внимательно разглядела. Здесь будет бэкстич на веточке водоросли и губки и глазки русалочки. Потому что все, что мне осталось вышить у русалочки, это лицо, руки и туловище. Все будет вышиваться одним цветом, просто тоном кожи, а глазки и ротик будут выполнены бэкстичем. Сейчас я буду продолжать работу над своей вышивкой. Если я буду производить еще некоторые замены оттенков, то обязательно вам покажу в следующем кадре. И думаю, что увидимся мы уже с полностью готовой работой. Итак, моя работа полностью готова. И вот такой результат получается. Общий размер в сантиметрах у этой работы получился 11,5 на 8,5 сантиметров. Напомню, что это вышивка на конве 18 каунта. И по поводу изменений, которые все-таки пришлось внести, как я и предполагала, когда показывала вам эту работу на предыдущем этапе вышивки. Давайте я покажу вам поближе лицо и туловище русалочки. Вот так оно получилось, но оно выполнено не тем цветом, которым я изначально предполагала его вышивать. Итак, по ключу рекомендовался для выполнения вышивки на этом участке цвет DMC 225. Ему полностью соответствует, я проверила это по живой карте цветов Анкор 1026. Но когда я приложила этот цвет к основе, он мне стал казаться излишне розовым. И я решила подобрать другой цвет для вышивки кожи русалочки. И остановилась на оттенке 1011. И это тоже Mouliné Анкор. И еще раз покажу результат, который получился более, мне кажется, этот цвет соответствует своему назначению для выполнения оттенка кожи. Хотя всегда сложно подобрать оттенок именно для кожи. Но тот цвет, которым я в итоге выполнила данную вышивку, мне нравится больше. И таким образом у меня в этой работе не только есть смешение. У Mouliné двух производителей DMC и Анкор. Но также и есть собственные замены, собственный подбор цветов. Также сейчас можно хорошо рассмотреть бэкстич. Здесь присутствует три цвета бэкстича. И он практически весь несчетный из середины клетки в середину клетки. Это вышитая улыбка русалочки тем же цветом, что и темный оттенок волос. Возможно, я не сказала в предыдущем кадре, что я специально решила, чтобы результат, который получается у меня наиболее соответствовал задумке дизайнера, соединить два цвета волос, чтобы волосы вокруг лица были более светлыми, а далее переходили в более яркий красный оттенок. И также еще есть бэкстич в виде улыбки вот этого краба. И этот краб мне нравится очень сильно, по крайней мере, больше других героев рыб. Ну и русалочка, конечно, мне тоже нравится как главная героиня этой вышивки. Также в этой вышивке есть надпись, свитч самая, которую, наверное, лучше перевести как «Приятное лето». И мне в последнее время очень понравилось вышивать надписи, захотелось вышивать алфавиты, поэтому этот элемент работы мне тоже очень понравился. И здесь еще есть бэкстич с зеленым оттенком, это листики у цветочков снизу и у цветочков в левом верхнем углу. Тоже это бэкстич выполнен из середины клетки в середину клетки. И по рекомендации производителя это должен был быть тот же цвет, что и вот эта веточка с водорослями, но эту веточку я вышивала блендом двух оттенков зеленого, которые я вам уже показывала. И поскольку бэкстич я хотела выполнять в одну нить, то я выбрала один цвет из этого бленда и я остановилась на более ярком оттенке на зеленом цвете Анкор номер 208. Итак, моя работа полностью готова. Вышивала я ее на протяжении двух дней 10 и 11 июня 2018 года. А общее время, которое мне потребовалось на всю эту работу совсем небольшое, всего 3,5 часа. И вот такая яркая и летняя работа у меня получилась. Своё мнение по поводу этой работы вы можете оставить в комментариях. Спасибо всем большое за внимание, спасибо за ваши просмотры. Не забывайте о возможности подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, если вы этого еще не сделали. И до скорых новых встреч. Всем пока!